Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 13 ноября. Лёшик, 13? С утра было 13. Да, мы проснулись и с мыслями, что нам, как нам сегодня распределить свой рабочий день. Но прежде чем рассказать, чем мы занимались вчера, я хочу вам показать, что у нас творится за окошком. И картина мира меняется буквально, ну, я не знаю, каждую минуту. Вот не успел Лёшик допить чаёк. Только что ходили очень страшные чёрные-чёрные тучи. Вот там вот даже сейчас их видно. И вот здесь уже посмотрите, как меняется небо. Может быть, даже будет солнышко, но очень-очень сильный ветер. Вот видно даже, как шатаются деревья, ветки дуба. Да, вот и по проводу ЛЭП видно. Но посмотрите. Ну, здесь очень красиво. Прямо подсвечивается солнышком. И там голубое-голубое небо. А там сплошная чернота. Я решила, что завтра я пойду с пальцем к врачу, друзья. Очень много советов было от вас. Я вам всем благодарна. Все, конечно, я их перепробовать не смогу. Но с пальцем что-то происходит неладное. И сегодня воскресенье. Я бы пошла даже сегодня. Но просто сегодня не работает поликлиника. Без дела сидеть не могу. Кое-как здесь довязываю коврик со старой пряжи. Вот. С мыслями, что завтра пойду к врачу. И, скорее всего, будут резать. Вчера я запекала луковицу. Так интересно вытащила серединку. И прям сунула палец в эту луковицу. Сидела, наверное, часа три. Уже даже Лешик спал. Но потом убрала. Увидела. Сначала было все какое-то желтое. Я не знаю. Я поставлю, может быть, вам фото. Я дочери высылала. Прямо вот как будто бы был. Вот прям вот-вот прорвет. Так вот подействовала мась Вишневского. Прям вот-вот должен был быть прорыв. Я думала, что к утру прорвет. Но ночью где-то в часов 12 сняла повязку с этим луком. Посмотрела. Опять все черное. Я не знаю, почему он чернеет, этот палец. В общем, меня это очень сильно напрягает. И даже пугает, я бы сказала. В общем, завтра не буду заниматься самолечением. Многие из вас написали мне об этом. Да, я и сама понимаю. Лучше сходить к врачу. Хуже не будет. Посмотрим, что скажет врач. Вчера мы с Лешиком... Да, привет. Мы таскали, мебель переставляли. То есть, по вашему же совету, этот комод мы перемещали вот сюда, чтобы поставить в этой комнате в спальне камин. Вот этот шкаф мы передвигали, как я вам уже рассказывала, вот сюда, где сейчас стоит камин. И все, все поставили на место. Представляете? Освободить этот шкаф. Здесь же и пряжа, и какой-то инструмент лежит. Освободить шкаф в этом... Комод полностью освободить. Все это передвинуть. И опять поставить на место. И решили, что все-таки камина в спальне не будет. Останется все, как есть. Сейчас я вам объясню, почему. Вот здесь, в этой комнате, мы же здесь убирали стену, если вы помните. Здесь очень большой перепад. В общем, неровный пол. Мы с Лешиком кое-как выравнивали, ну, вот, в общем, здесь вот этот перепад. Сколько сантиметров? 5, наверное, ты поднял. 4 сантиметра. Удалось всего поднять вот там пол. Нет, поднять больше удалось. А, ну, сейчас 4 сантиметра. Короче, когда мы поставили вот этот комод вот на это место, это было просто очень некрасиво. Он же без ножек, в отличие от этого шкафа. Вот этот шкаф, он на ножках. Видите, я вам сейчас даже покажу. Вот здесь ножки, причем ножки разные по высоте. Одна ножка, да, шпулечка пришла мне тут хвостом махать. Одна вот эта крайняя ножка самая высокая. А вот эти ножки пониже. Они вообще другого плана. И мы еще подкручивали здесь ножки. Ну, они вот так вот подкручиваются, чтобы выровнять и этот шкаф, чтобы стоял по уровню. Здесь вот уровень, здесь все четко ровно. Но пол очень неровный. И вот когда этот шкаф стоит на ножках, то это не так бросается в глаза. Это нормально смотрится, практически незаметно, что здесь, в этой комнате, неровный пол. А почему пол неровный? Потому что здесь стояла русская печь. И под нее, я так понимаю, был отдельный фундамент. И, естественно, раньше сильно не соблюдали эти ровности. Строили избы. Ну, так скажем, не сильно придерживаясь уровня. Вот. Ну, а когда стоит этот комод, видите, он без ножек вообще. Это смотрится ужасно. То есть никак подровнять мы его не можем выровнять. И очень-очень некрасиво смотрелось. Короче, если бы здесь был нормальный ровный пол, то эта идея вполне себе очень хороша. Этот шкаф, да, он очень красиво смотрится вот на месте вот этого камина, где он сейчас. Вот все как-то в одну тему. Ну, тут вот эти кухонные шкафчики висят. И он же из этой темы. Все очень хорошо смотрелось. Но вот так не получается, потому что неровный пол. Поэтому будем камин сегодня устанавливать там, где он и задумывался изначально. А вообще идея хороша, друзья. Вот, смотрите, уже поменялась картинка за окном. Солнышко всходит. Ой, какая красота! Ой, давайте полюбуемся немножко на эту красоту. Очень красиво. Ну, и сейчас нам нужно сходить. Наверное, Лешик пойдет в магазин. Если не найдем дома розетку, а мы, скорее всего, ее не найдем, она же попадается на глаза, когда вот уже все куплено по второму кругу. Вот, нужен провод, нужна вилка, чтобы в камин провести, ну, электричество и потом, естественно, сделать подсветку. Иначе для чего он делается? То есть, чтобы это может... Ну, служил как светильник. Вот. Меня очень рассмешило. И как-то поднял настроение. Один комментарий по поводу камина. Женщина написала. Лена, вы бы хотя бы посоветовали с людьми. Никто вам не разрешит поставить камин возле радиатора в отопление. Никакой печник вам не даст разрешения. Ну, во-первых, меня навел на мысль я задалась вопросом, где я найду этого печника, чтобы спросить у него разрешение. Ну, и потом, друзья, ну, какое оно... У нас же фальш-камин. Это не настоящий камин. Это такая полочка, имеющая вид камина, скажем так. Поэтому вы не переживайте. Никакое разрешение мне брать ни у кого не нужно. Это просто фальш-камин для красоты и уюта. Вот такая красивая картинка. Я говорю, сегодня прям меняется все. Вот прям в какие-то минуты можно просто сидеть у окна и любоваться вот этой красотой. Посмотрите, какая картинка с другой стороны дома. То есть, вот. И здесь вообще все по-другому смотрится. Ну, надо же! Ой, какая страшная-страшная туча. Кстати, Лешик мне привез книгу мою Хитомишида. Вот эти 240 узоров. И посмотрите, что я нашла здесь похожий узор. Вот этот оран. Вот он. Здесь немножко можно изменить схему, если убрать вот этот ажур в середине узора. И это очень похоже на тот оранчик, который я вязала вот повязку. Повязку, кстати, я довязала. Сейчас вам тоже ее покажу. Вот. И здесь еще что хотела вам сказать. Вот этот вот шкафчик очень мне, ну, как бы вот, видите, подоконник служит таким, ну, я не знаю, уголком рукоделия здесь. Вот и сантиметр у меня. Конечно, все это надо убирать. Но очень удобно заниматься вот лоскутным творчеством. Пэтчворк. Вот здесь. И погладить. Я, конечно, застилаю эту столешницу. Здесь и утюжок у меня. В общем, подоконник мне добавляет площади. Если бы здесь стоял этот комод, во-первых, там эта деревянная столешница, ей ничего не будет. А на том комоде, ну, гладить нежелательно, потому что все-таки там ДСП. Вот еще одна причина, по которой, ну, не хотелось бы, чтобы здесь убирать вот этот шкаф с вот такой толстой в 4 сантиметра столешницей, которая мне служит здесь и гладильной доской. Ну, и уголок здесь для творчества. Вот. Сейчас вам покажу повязку, которая у меня получилась. Вот такая появилась у меня повязочка, но, скорее всего, я ее презентую Анечке. Она и как налобная повязка, и как такой мини-снут или шарф-воротник. Здесь я сшивала методом трех спиц. Вы помните, что я начинала вязание с дополнительной контрастной нити. Здесь получился вот такой шов. Это сшивание методом трех спиц. Я думаю, что вы знаете про этот метод. Вот. Вот так вот получилось. Это с, ну, так скажем, затылка, если это налобная повязка. Аран переходит в другой аран. Получилось здесь четыре вот таких аранчика. Весит она, я даже не знаю, ну, грамм, грамм тридцать, наверное. У меня еще и пряжа осталась. В общем, вот такая налобная повязка появилась. Вообще, я люблю такие повязочки, когда жарко, не хочется одевать шапку, ну, и ушки закрыты, ушком тепло. Решила вам показать на скорую руку, как повязка смотрится на мне под это платьице. Вот вы видите, оно сейчас без рукавов. Ну, и отдельно я могу одеть рукава, и оно превратится тогда в такое теплое зимнее платье. А может быть, и не отдавать мне эту повязочку. Уже очень хорошо смотрится вот такой вот комплектик. Ладно, посмотрю, как быть. Не готовилась, друзья, все торчит. Но вы приблизительно увидели, как эта повязочка смотрится на мне. Ну что, друзья, Лешек тянет лэп в кабель-канал, заправляет как это назвать? Провода, короче. Вот. И эти провода будут подходить вот сюда, в камин. Здесь будет розеточка. И, конечно же, в розеточке будем включать в розетку какое-то освещение. Может быть, я сделаю что-то подобие горящих углей. в общем, камин будет стоять здесь. Лешек сидит. Что ты сейчас очищаешь провод, да? Да. И будет цеплять сейчас вот такую вилку. Вилка будет включаться вот там где-нибудь в розетку. Ну, а, соответственно, на втором конце будет розеточка, которая будет лежать в камине. Это какие-то ты эти купил, да? Да. Ну, вот этих вертолетов нету. Они так и не заказали их. Не пришлось вот такое крепление для гипсикартона. Понятно. Сегодня, в общем, подготовительная работа у нас. А завтра по плану у меня все-таки сходить к хирургу ну и заниматься акамином. здесь вот облупилась надо фугенфюлером. Короче, видите, упал камин, коты его свалили, я вот так его поставила здесь, ночью подпрыгнула на кровати, камин упал. Ну, ладно, все это дело я фугенфюлером залатаю. Может быть, еще раз, не может быть, а еще раз придется оштукатурить финишной и уже потом будем буду красить. На улице у нас все опять затянуло. Что было с утра, какая красота! Посмотрите, что сейчас творится. Облетела абрикоса моя или облетел абрикос, как правильно, не знаю. В общем, скоро зима. Ну, что, друзья, электричество в камине есть, там лежит розеточка, я уже включила сюда этот освежитель воздуха, он же и светильник. Вот, конечно, сейчас день и все это. Непонятно, что это, но когда вот к этой стеночке я плиточку прикреплю, и, естественно, здесь, когда все покрасится, когда будет вот этот заборчик, сейчас я его прислоню, вот, будет все очень красиво смотреться, я думаю, что будет красивый камин. Но, сейчас мы будем крепить, монтировать столешницу, монтировать камин к стене крепить. Естественно, я вам все это покажу. Сейчас Леша крепит кронштейны к столешнице, которая будет крепиться к стене. То есть, вот сюда, вот сюда будет крепиться эти кронштейны вместе со столешницей, а внизу будет камин, чтобы ну, поустойчивее что ли было. И камин этого не будет видно. Да, этого не будет видно. Столешница будет, кронштейны будут вот здесь. Вот так столешница. Сейчас прикрепим, я вам покажу. Ну, а сейчас пока вот крепим сами кронштейны к столешнице. Один и, естественно, потом второе. Так, один уже готов, прикреплен. Теперь Лешек крепит второй кронштейн. А у нас то солнце, то тучи, но сейчас солнышко, домик весь в солнышке, и нас это очень-очень радует. О! Пуська, ты поиграть решила, да? Пусильда, что это у тебя настроение игривое? Пуська, Муська, у нас одна глазья кошечка. Ну, как нам сказал офтальмолог, я у него спрашивала, женщина была, девушка, я говорю, она вообще не видит этим одним глазиком. Она говорит, нет, видит, она им подглядывает. то есть он не совсем, ну, практически не видит. Ну, и ничего, мы с одним глазиком прекрасно живем, вот так, вот так играемся, да? Пуська, Муська, ты моя девочка, ты моя сладкая девочка, страдалица наша, да? Маруська, Кузьма здесь лежит хвостиком туда и сюда, да? Туда и сюда наблюдает. Пуська, Пуська, Муська, ты что это? Вообще, у нее редко такое игривое настроение, если что делать-то. Пусильда Зандибаровна. Вот, Маруся пришла так драться, не надо. Маруська сегодня тоже нагоняй получила. Кузьму стала обижать, я говорю, ты чего? Кузьма вообще-то здесь хозяин, это ты наглым образом пришла, еще и обижаешь нашего хозяина, да, Кузечка бессовестная? Леша, поставил чайничек, а я решила все-таки сначала покрыть морилкой столешницу, чтобы потом не клеить скотч на стену. Ну-ка сейчас попробуем. Ну да, темненькая. В общем, покрываю морилкой столешницу вместе тут с котами. Леша пьет чай, отдыхает. Не поверишь, кофе! Удивительно! Я покрасила морилкой, вот такой цвет получился, но мне хотелось немножко другой, может быть, может быть, еще несколько раз придется, но это будет потом. А сейчас попьет Леша чай, прикрепим, установим камин, даже обойдется без дополнительных креплений, потом вам расскажу. Вот так вот, друзья, сейчас это выглядит, чтобы вы понимали, как она будет держаться, столешница, как будет держаться сам камин. Камин, вот тут мне не нравится. Чего тебе не нравится? Сейчас, Лен. Вот, выключатель у нас будет под столешницей, конечно, не очень будет удобно его выключать, но дело в том, что лампа у нас здесь работает от пульта. Я могу спокойно ее включать от пульта. Вот. Подсохла морилочка, мне даже нравится цвет, может быть, я даже и больше не буду красить, а может быть, еще разочек пройдусь. Вот, сейчас это просто полка, просто обычная полка. А сейчас вот просто в распор можно сказать задвигаем камин и вот эту часть камина уже можно и не крепить. Она уже хорошо будет стоять. Друзья, повесили мы зеркало и с зеркалом это все смотрится, но совершенно по-другому. Конечно же, вот эти щели между стеной, стены неровные, я, конечно же, все это дело замажу, все здесь будет очень-очень хорошо, безо всяких вот этих зазоров, все это уберется. мне уже нравится, уже нравится то, что я вижу. Очень красиво. Еще плинтус купить? А, плинтус, да, еще мы будем вот сюда покупать плинтус, молды, вот сюда будет, ну, решеточка, это понятно. то, о чем я говорила. Придется вот сюда залезать, чтобы включить свет, вот так вот рукой. Но, я говорю, я вот включу и выключу с пульта уже, чтобы каждый раз туда не лазить. Положим пульт на камин и свет можно будет включать уже с пульта. Вот такая красота, друзья, у нас получается. Вы это все можете сделать собственными ручками. Ну, а я буду заканчивать на этом видео. Я думаю, что вам было интересно. Продолжение, конечно же, будет. Все буду показывать. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!